В поселке закрыть, жителей переселить. Такое решение было принято в правительстве Иркутской области. Речь идет о двух отдаленных поселках Сагдиадон и Горно-Чуйске. Сейчас уже формируются списки переселенцев, проводится работа с местными жителями. Они к началу отопительного сезона этого года должны покинуть свои дома. Сейчас в Сагдиадоне зарегистрировано 312 человек, фактически живут 186, а в Горно-Чуйском прописан 361 человек, проживает 164. Большую часть населения составляют пенсионеры и безработные. Сначала заплати алименты, потом можешь продать квартиру. Иркутянин, задолжавший более 350 тысяч рублей по алиментам уже совершеннолетнему ребенку, выплатил долг после того, как судебные приставы запретили ему продавать квартиру. Мужчина не принимал участия в воспитании и содержании своего чада. Из-за того, что требования по уплате долга были исполнены после принуждения, с должника также взяли дополнительный сбор в размере более 20 тысяч рублей. Маршрут номер 87 возвращается на улицу Иркутска. Ходить он будет из Солнечного в Топкинский. Напомним, перевозчик, который ранее работал на маршруте, перестал осуществлять перевозки. Управлением транспорта было опубликовано извещение о привлечении новых перевозчиков. Пока будет работать 12 единиц техники, интервал движения в среднем составит 15 минут. От лепки пельменей до национальных единоборств в эти минуты в Генеральном консульстве КНР проходит торжественный прием, приуроченный к 19 февраля. Именно в этот день в Поднебесной отмечают Новый год. По такому случаю наши восточные соседи решили показать, каков он настоящий китайский Новый год. О том, как прошел прием и чем готовы удивить свой праздник жители Китая, мы обязательно расскажем подробнее в вечерних выпусках новостей в 18 и 20 часов. Оставайтесь на истин. И пока к другим темам. В день Святого Валентина на сцене музыкального театра расскажут о любви, дающей вдохновение. Там состоится премьера балета Казанова в постановке Людмилы Цветковой. Балетмейстер использовала произведение Марина Цветаевой. Образ главного героя отличается от привычного понимания. Здесь Казанова не обольститель, а мужчина, способный любить по-настоящему. По сценарию все действие происходит в конце 19 века. На склоне лет Казанова поступает на службу библиотекарем в замок. Отныне его отрада писать мемуары, историю своей жизни, полную приключений. Если в вашей жизни есть приключения, необычные истории, становитесь нашим мобильным корреспондентом. Отправляйте свое видео на почту, адрес которой вы видите на своем экране. У меня же пока вся информация к этому часу. Итоги подведем в 18 и 20.00. Оставайтесь на истин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok